1, 2, 3, 1, 2, 1 Как вы думаете, что я сейчас делаю? Я бегу по трассе Формулы 1 То есть практически это соревнование человека против гоночного болида А гоночные болиды здесь, на трассе в Сочи, перемещаются по трассе со средней скоростью 215 км в час. Посмотрим, удастся ли мне сегодня соответствовать их скорости или нет. В забеге принимают участие не только любители спорта и физической культуры, но и настоящие звезды. Например, легенда «Спартака» Андрей Тихонов, легенда «Лыж» Александр Легков. Дистанция составляет 5,5 км. Это и есть круг на трассе «Формулы-1» в Сочи. Сегодня я прогуливался по Олимпийскому парку, а Сочи автодром находится именно здесь, в Олимпийском парке города. Конечно, Сочи, Олимпийской столицы 2014 года. И понял одну очень важную вещь. «Формула-1» должна жить именно здесь и никуда не должна быть перенесена, даже в мой любимый Санкт-Петербург. Я, честно говоря, хочу, чтобы этап Гран-при был перенесен в Санкт-Петербург, но делать этого нельзя, потому что Олимпийские объекты сейчас находятся в великолепном состоянии. Здесь бьет ключом жизнь. И если отсюда заберут «Формулу», все это очень быстро придет в негодность и обветшает. Этого нельзя допустить. А вот и трибуна Виталия Петрова, выборской ракеты. В «Формуле-1» его уже нет, но зато трибуна, названная его именем, в истории он уже успел войти. Пообщался сегодня с Алексеем Поповым, российским голосом, «Формула-1», и он предложил замечательную идею. Если все-таки когда-нибудь Гран-при России переедет в Петербург, где его проводить? У Попова есть классная идея по рекам и каналам. Остановить все судоходное движение, перекрыть водные артерии на небольшой срок, например, на неделю. Я думаю, тут споров будет чуть меньше, чем если бы мы сделали то же самое, перекрыв центр Петербурга. Кажется, вот здесь уже можно решить задачу, поставленную на эту гонку, чуть-чуть разогнаться и обогнать гоночный болид. Да! Не знаю, какую скорость я развил, но гоночный автомобиль остался позади. Ой, кажется, она догоняет. Надо прибавить скорость. Она уже близко. Ровень, идем ровень, идем ровень, идем ровень, 213 км в час, идем ровень, и выйдет она вперед. Да! Но на короткий отрезок мы сравнялись по скорости и даже обогнали гоночный болид. Так как цель забега уже выполнена, и я оказался быстрее гоночного болида, теперь мотивацию найти достаточно сложно, поэтому я даже не сокращаю путь, а со своей большой скоростью еду с заносами. Забег продолжается. Сколько километров преодолено, я не имею никакого понятия. Настроение боевое. Только половина, да? Ой, только половина, да? Да. Это ужасно. Настроение тут же ухудшилось. Народ на трассе уже рассредоточился, разделился, есть фавориты. Наверняка Андрей Тихонов уже закончил гонку и получил бесплатный билет на Формулу-1. Вопрос в том, будут ли пит-стопы. Но так как большая часть пути уже пройдена, похоже, что их не будет. Поэтому резину не поменять. Но самое плохое, что нет пунктов с водой. Я бы сказал, что это даже покушение на убийство. Ой, кажется, не финиш. Надо еще дальше бежать. Я думал, что вот сюда и все. А, видимо, надо еще... А, да, да. Силы покидают меня. Скорость уменьшается. Болят плечи. Больше ничего не болит, кстати. Вот здесь и здесь. Если есть кто доктор, напишите в комментариях, что это значит. Ладно, хватит залять дурака. У меня еще полно сил. Сейчас я это докажу. Я так и не понял, за какое время я пробежал. Какое место я занял. Но, судя по тому, сколько здесь уже народов. Как раз я остановился где-то в районе 333-го места. И это я считаю успехом. В следующем году побьем этот рекорд. И обгоним уже, может быть, две гоночных машины. Да, я только что пробежал по трассе Формулы-1 в Сочи. И, кажется, мне осталось жить меньше минуты. Но я все-таки скажу. Уборно ходят слухи о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург. Рассказывают, что эту идею поддерживает даже Владимир Путин. Но все-таки Гран-при это не вирус гриппа. И так просто он не переносится. Я сегодня гулял по Олимпийскому парку. И знаете, что я вам скажу? Он находится просто в отличном состоянии. Как будто Олимпиада завершилась вчера. А ведь это было целых 5 лет назад. Если у этого места отнять Формулу-1, то очень скоро оно обветшает, как щехи Валерия Леонтьева. А у Питера есть Евро, Финал Лиги Чемпионов, Чемпионат мира по хоккею, волейболу, в конце концов, Зенит, ИСКА. Питер, я тебя очень люблю. Но, наверное, пока тебе все-таки достаточно.